Здравствуйте! Вы смотрите «В центре внимания» в студии Евгения Монакова. 21 августа в Государственной Думе проходили парламентское общественное слушание по изменениям в пенсионном законодательстве. На этих слушаниях был и депутат Благовещенской городской думы Андрей Альбертович Кузьмин. Вот с ним мы сегодня и будем это обсуждать. Здравствуйте, Андрей Альбертович. Добрый день. Ну, насколько я знаю, действительно такие парламентско-общественные слушания в Государственной Думе проводились впервые. Наверняка именно потому, что повод-то серьезный. Пенсионная реформа уже, не знаю, по-моему, все москомину набило. Вы знаете, как только появилась информация, что 21 числа будут проходить парламентско-общественное слушание, я для себя решил, что я сделаю максимум возможного и приму в них участие, чтобы донести информацию, полученную в рамках работы нашего проекта «Депутатский контроль». Мы объехали практически все районы области, более 150 поселений, органов муниципального образования, органов местного самоуправления. И, общаясь с людьми, собрали весь необходимый материал, который уже в виде поправок в это законодательство, в пенсионное, были представлены Ярославу Нилову, председателю комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов, и руководелю фракции ЛДПР Владимиру Вольфовичу Жириновскому, с тем, чтобы не эти изменения в законодательстве, особенно связанные с пенсионным возрастом, с увеличением пенсионного возраста, не коснулись ни дальневосточников, в целом, ни в частности, амурчан. Что позволило бы все-таки в первую очередь сохранить тот трудовой потенциал, который у нас в области имеется, ну и привлечь извне ресурсы с других субъектов Российской Федерации. Ну, Андрей Альбертович, мне кажется, действительно, столько обсуждают постоянно пенсионную реформу. Вот вы, когда туда приехали со своими наработками, материалами и с мнением жителей Амурской области, вы там встретили таких же людей с разных областей нашей страны, которые тоже привезли информацию? Потому что, по-моему, однозначное мнение в народе об этом. Вы знаете, да, на самом деле, мнения экспертов разделились. Часть экспертов, которые, скажем так, выступали от имени правительства Российской Федерации, они защищали интересы правительства. Но повышение пенсионного возраста, это сродни латанию дыр. Просто возникла проблема, давайте эту дырку заткнем, возникла, а общая стена, она уже начала разрушаться. И вот, заткнув одну дыру, появляется много других. Это неправильно. Для того, чтобы решить эту проблему, наверное, нужно создать сначала условия. А вот общий поток информации, который доносили эксперты от правительства, ангажированные правительством, они давали информацию, ну, как бы, неправильную. Не ту, которая не объективна. Говорили о том, что люди за, выступают, там, приводили в пример, что порядка 80 регионов, которые выступили именно в поддержку. Я в общении с Ярославом Ниловым, вот, с представителем комитета, который курирует как раз это направление деятельности, он мне пересислил всего 4 субъекта, которые внесли поправки именно с целью неповышения пенсионного возраста. Все остальные поддержали, получается, так. То есть мы согласны? В разрез с мнением населения. Как поступает туда информация? Ну, об этом можно только догадываться. Андрей Альбертович, а поправки, опять же, ну, понятно, что они касались того, чтобы, в принципе, оставить, наверное, все на прежних местах или как? Вот как вы себе видите ситуацию? Понимаете, в Амурской области и вообще на Дальнем Востоке, во-первых, это сложные климатические условия, трудная транспортная доступность. Мы отдалены от центра страны, от европейского центра нашей страны, и вот те условия проживания, они накладывают определенный отпечаток. Вот на Дальнем Востоке озвучивали уже такие цифры, 65,5 лет – это средний возраст проживания мужчин. 73 года женщины. То есть отработал и... Да, и получается, пенсией практически воспользоваться не можешь. Но вообще повышение пенсионного возраста, знаете, это как укор женщинам, что они дольше живут. То есть вот это мне непонятно. Давайте, если мы решаем эти вопросы, ну, давайте мы все-таки подойдем с точки зрения еще и социально-экономического развития региона. И мы прям конкретно вот в предложениях и населения, и наших поправках, которые сформулированы были на основе вот этих и заявлений, обращений жителей, амурчан, мы конкретно сказали, нельзя повышать пенсионный возраст, потому что это неправильно, прежде всего по отношению к людям и экономически нецелесообразно. Андрей Альбертович, ну разные регионы, я так понимаю, все равно у нас немного разнится продолжительность жизни, да? Естественно. То есть Амурская область в этой ситуации находится не в самой лучшей позиции. Ну, 78-е, у нас 78-е место по продолжительности жизни. Мы даже почти на 4 года живем меньше, чем средняя продолжительность по Российской Федерации. Но мало того, у нас еще и, скажем, и уровень заработной платы недостаточно высок, а если мы говорим о пенсионном обеспечении, то оно, ну, за пределами вообще понимания. Если сегодня установлена норма прожиточного минимума в 11 тысяч рублей, а пенсия в 8, вы знаете, диссонанс полнейший, вообще неправильно. И я считаю это, во-первых, преждевременно с точки зрения экономики и с точки зрения подготовленности тех условий, плюс ко всему прочему, мне очень трудно представить, что работодатели в рамках вот того прогресса научно-технического готовы брать на работу, ну, людей с возрастом 55+. Это просто нереально. Они выпадают несколько из общей тенденции вот научно-технического прогресса. Мало того, что их нужно уже обучать и подготавливать к новым условиям работы, а, ну, в возрасте это гораздо сложнее делать. Это прекрасно понимаю. Вот в Государственной Думе, вы говорите, такая форма, да, парламентское общественное слушание действительно проводилась в первый раз. Вот кто общественность представлял в этой связи? Были там действительно какие-то общественники, которые высказывали свою точку зрения? Да, на самом деле было много представителей и экономического блока. Это и из учебных заведений, которые преподают экономику, давали цифры по соотношению, допустим, ну, вот нетрудоспособности, на пенсию уходишь, это уже нетрудоспособен получается. Вот зарплата, соотношение зарплаты и пенсии по нетрудоспособности. Приводились очень много примеров, были такие актуальны. КТР, это конференция труда России, есть такая организация. Профсоюзные деятели выступали, и они все отставили интересы жителей страны в целом, объясняя, что непопулярность вообще и несвоевременность принятия такого решения. Понятно, что были и ученые, экономисты, которые отстаивали точку зрения повышения пенсионного возраста, ссылаясь на опыт зарубежных стран, зарубежных каких-то, ну, развитых стран, скажем так. У которых, да, пенсионный возраст несколько выше. Но давайте мы сначала создадим нашим жителям такие условия, какие созданы в этих странах, где повышают пенсионный возраст, потом мы будем говорить уже о повышении пенсионного возраста. Ведь сильная страна не может быть без сильного народа. Сначала, в первую очередь, всегда человек, сильный народ, и потом уже на основе сильных жителей, сильного народа будет уже сильная, экономически сильная страна. Андрей Альбертович, но все-таки с какими впечатлениями вы уехали? Потому что понятно, что есть и сторонники, есть и противники, но все-таки какое-то общее настроение. А ощущался перевес какой-то из сторон? Да, вы знаете, на самом деле позиция правительства и ангажированных правительством экспертов, она была несколько размыта на фоне тех выступлений, скажем, оппозиции, оппозиционеров в этом вопросе. Причем здесь политические пристрастия вообще не рассматривались. Здесь рассматривалась целесообразность принятия этого решения. И вот перевес, по моему мнению, перевес был. И на самом деле сторонников увеличения возраста пенсионного было очень мало. И они тонули в общем фоне того вот позитивного настроя, скажем так, на неповышение пенсионного возраста. Ну будем надеяться тогда действительно, что будет принято решение верное, взвешенное и в пользу народного мнения. Ну, по крайней мере, те материалы, которые я привез, они приняты. К рассмотрению еще раз озвучу, что с основными, как я считаю, с основными позиционерами в этой области была проведена нормальная рабочая встреча. И приходилось встречаться и с некоторыми депутатами. Вот, скажем, тех, кто принял и проголосовал в свое время в первом чтении за этот закон. Они поняли свою неправильную позицию, что ли. Не готов ответить, как они будут голосовать в дальнейшем. Но общий настрой был, конечно, на неповышение пенсионного возраста. И если и производить изменения в пенсионном законодательстве, то с учетом, ну, скажем так, менее напряженном для населения. Спасибо большое. Будем следить за ситуацией. А я, например, сегодня в студии был Андрей Беретович Кузьмин, депутат Благовещенской городской думы. Говорили мы о повышении пенсионного возраста и о тех парламентско-общественных слушаниях, которые происходили в Государственной думе в Москве. До скорой встречи.